Привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы сегодня с вами опять немножко поговорим о макияже. И вы знаете, я, по-моему, ни разу не делала такого видео, а я очень хочу его сделать. Я хочу с вами поговорить о праймерах, потому что праймеры, на самом деле, это очень хорошая, толковая вещь. Это верный помощник. Когда передо мной стоят те или иные задачи, и мне хочется продлить стойкость макияжа, выровнять тон кожи или придать более отдохнувший, загорелый вид кожи, или я хочу скамуфлировать какие-то недостатки, потому что я живой человек, у меня бывают и высыпания, бывают обильные высыпания, у меня, извините, там диагнозы определенные женские, там тоже поликистоз. Кто имеет, тот знает. Вдруг раз в какой-то момент все, обострение, весь прыщах. Это бывает и хочется, выглядит хорошо, особенно на камеру, что очень важно, потому что очень многие праймеры, они раскрывают всю полноту своего действия, не вот так вот, с глаза на глаз, что называется, а под объективом камеры или фотоаппарата. Поэтому давайте обсудим это сегодня. Я хочу вам раскрыть некоторые свои секреты, лайфхаки, показать любимые средства. Я очень надеюсь, что это многим из вас поможет. Я разделила праймеры на несколько категорий. Первая категория праймеров, которую я хочу вам показать, это, собственно говоря, праймеры матирующие, праймеры шлифовки, вот эти вот затирки пор, праймеры разглаживающие тон кожи, уменьшающие себе продукцию, хорошими такими абсорбционными свойствами обладающими, и за счет этого, конечно, продлевающими стойкость макияжа. Вторая категория – это праймеры, улучшающие цвет лица, именно эстетический его вид, может быть, немного бронзирующий, придающий отдохнувший вид лицу. И отдельная категория, хотя они очень похожи, это праймеры подсвечивающие. Но все-таки подсвечивание кожи, то есть это то ли хайлайтеры, то ли праймеры, вот такой вот промежуточный какой-то вариант, вот мы их обсудим. То есть в полном смысле слова это все-таки не праймеры, зачастую они даже не продаются с названием праймер на упаковке, но их можно использовать как праймер для подсвечивания кожи. Начнем с первой категории средств – матирующие, пороблюрящие праймеры. Здесь фаворит мой уже много лет. Это Clorans Instant Poreless, что переводится как «мгновенное беспорье». Да, действительно, это так. Почему я люблю этот праймер? Потому что он дает эффект в моменте, и эффект действительно блюра вот такого. И вы знаете, мне этот праймер очень помогает, когда у меня какие-то высыпания на лице. Он вообще, в принципе, всю корсинку сглаживает, и лицо действительно выглядит гораздо лучше. Макияж с ним объективно держится дольше. Но здесь нужно понимать, что я человек хоть из кожи себопрофицитный, то есть у меня, конечно, кожного жира вырабатывается больше, чем положено, да, если у меня сухая себопрофицитная кожа, бывает и такой тип. Но, тем не менее, сказать, что я испытываю серьезные неудобства с макияжем, что у меня макияж улетает через час-два, как вот бывает действительно на некоторых людях, у меня такой проблемы нет. Поэтому, вы знаете, здесь вообще я забегая вперед, скажу, что я, в принципе, праймеры зачастую использую только тогда, когда я знаю, что мне действительно нужно будет очень долго ходить с макияжем. Не три часа, не пять, и даже не восемь, а двенадцать, четырнадцать и так далее. И макияж должен выглядеть максимально свежим, естественно. Вот этот праймер в таком случае меня действительно очень и очень выручает. Очень близкий к нему по свойствам. Вот этот вот праймер, это, кстати, по-моему, одна из новинок. Он матирующий, разглаживающий кожу, вот обладающим свойством камуфлировать пор. Это Too Faced, который называется Primed and Poreless. И он действительно выполняет свои функции отлично, действительно прекрасно матирует. Но мне пудра вот этого бренда из этой же линейки понравилась больше, потому что она с этими задачами справляется очень и очень хорошо. А так, конечно, опять же, действительно поры меньше, действительно кожа более матовая, действительно макияж держится дольше. Отличный праймер. У бренда NYX Professional Makeup есть два очень интересных праймера. Один называется Pore Filler, а второй Shine Killer. То есть этот заполнитель пор, а этот убийца блеска черный. И вы знаете, как это неудивительно, но я наловчилась, и мне понравилось использовать эти праймеры в одно и то же время под макияж. То есть Pore Filler, поскольку у меня поры немного расширены исключительно в области вот около носа, где щеки, и чуть-чуть на переносице, в основном это связано с тем, конечно, что я очень-очень много лет носила очки. А поскольку очки, оправа, вот эти вот все штуки нарушают микроциркуляцию, действительно у людей, которые носят очки, поры часто расширены. Вот в области именно щек. То есть я говорю вот про эти зоны, да. Здесь, конечно, у меня и севопродукция увеличена, так же, как и на лбу. То есть логично, что поры шире там, где больше выделяется кожного жира. И тем не менее, на нос, на лоб, на подбородок, на Т-зону, в общем, я наношу Shine Killer. А вот эти вот уже зоны, я закрываю вот эти вот Pore Filler. Перепутать их на лице, как вы видите, невозможно. Потому что черный праймер, который называется Shine Killer, он вот такой вот черный и внутри тоже. Когда вы, конечно, распределяете его по коже, он становится матовым, и лицо он делает матовым. И он обладает вот этими свойствами абсорбции, он забирает лишний жир. А вот этот праймер, посмотрите, он какой интересный. Он как паста такая. Это самая настоящая затирка для пор. Посмотрите, даже вот сейчас у меня нет пор, естественно, как у всех на руке. Но вот я его распределяю, и вы видите эффект блюра такой. Эффект какой-то сглаженной такой кожи. Вот он такой же и на лице. Хорошие. Вот и тот, и другой праймер мне нравятся. Мне они очень подходят. На выставке Intercharm ко мне подошли поздравить меня бренд Makeup Academy. Они, кстати, сейчас продаются в золотом яблоке. Они предложили мне выбрать что-то из их ассортимента, что мне понравится. Я не наглела, выбрала несколько всего лишь позиций, не унесла с собой весь ассортимент. Я выбрала матирующий вот такой вот праймер. Вы знаете, он очень интересный. Вот обратите внимание, такой тюбик желтый. Что в этом праймере интересно? Он необычный. У него очень необычный формат, потому что это крем. Посмотрите, это самый настоящий крем. От того, что я показывала вам до этого, он серьезно отличается. Но когда он впитывается, он действительно делает кожу более матовой. Он просто как будто бы как-то влияет на саму себе продукцию. И я его, на самом деле, использую достаточно часто. Мне кажется, это даже видно по нему. Этот тюбик уже такой серьезно израсходованный. А вот этот, кстати, продукт, мне кажется, очень хорошо подходит вообще на каждый день. То есть просто вот как боевой товарищ для ежедневного применения. Это просто идеальный вариант. А вот этот, кстати, праймер от Too Faced, да, казалось бы, один праймер от Too Faced, я вам показала уже, вот этот вот, он мне очень нравится. А вот этот миниатюр, мне, по-моему, в подарок положили за какой-то заказ, я не поняла совершенно его назначение. Он с пребиотиками, с какими-то увлажняющими даже компонентами. То есть очевидно, это праймер для очень сухой кожи. Но он не делает ничего такого, чтобы не сделал, например, увлажняющий крем. То есть в чем функция именно его как праймера, я не очень поняла. Шелушение он не приглаживает, если речь идет об этом. То есть он ощущается как легкий какой-то обычный крем, и я не совсем поняла, что он делает. Пожалуйста, напишите мне, что это вообще за продукт. Может быть, я как-то его неправильно использую, этот продукт для лица. В чем замысел этого праймера? Он, кстати, без силиконов, что на упаковке заявлено. Вот что, в чем цинус, непонятно мне. Так как большинство праймеров из этой категории, которые я вам показала, содержат силиконы, и в этом их смысл, я предвосхищаю вопросы, поскольку все-таки на этом канале мы с вами говорим об осознанном уходе за кожей. Я считаю, и буду считать, и об этом говорят ученые, что силикон абсолютно безопасен для человека. Это большая инертная молекула. Большая, она не проникает в поры, то есть сам по себе диметикон пору не забивает, он просто не способен в нее втиснуться. Инертная, это значит, не вступает ни в какие связи с другими веществами в косметическом средстве, и с веществами вашей кожи, даже с PH вашей кожи в том числе. То есть он не окисляется, что, соответственно, не является источником свободных радикалов, что продукты окисления – это плохо. Он абсолютно никакой в плане своей опасности, он ничего не делает плохого. Все, что он делает, это помогает скольжение создать, сделать матовым, заблюрить, закрыть, потому что он на поверхности кожи, как бы вот такую вот пленочку создает, такую вот поверхность. Вот и вся его особенность. Если вы понимаете, что вы используете продукты с силиконами, и они забивают вам поры, то дело не в силиконах, как таковых, скорее всего, а в очищении кожи. Потому что давайте с вами помнить, что силиконы – это жирорастворимые соединения, и никакими пенками и мицеллярными водами они не удаляются полноценно. Поэтому, если вы понимаете, что праймеры, кремы, тональные кремы с силиконами как-то неблаготворно влияют на вашу кожу, способствуют появлению сыпи, что вполне себе, конечно, может быть, вам просто нужно уделить внимание процессу очищения кожи вечером. То есть, воспользуйтесь гидрофильным бальзамом или маслом, молочком на ходу и конец, и потом еще вторым этапом обязательно воспользуйтесь пенкой, гелем для умывания, что вы любите. Вот это будет правильный формат очищения. И в таком случае, скорее всего, никакого пагубного действия от силиконов вы не заметите. Если, тем не менее, на праймеры и тональные кремы с силиконами есть реакция, то, скорее всего, дело, конечно, в самой окклюзии, которую создают подобного рода средства. И здесь не силиконы виноваты, а здесь опять мы возвращаемся к тому, что окклюзия, она подходит далеко не всем людям, и людям, склонным к высыпаниям, к окне, она противопоказана вообще. Потому что под этой окклюзией меняется PH кожи на более щелочной, активно размножается условно-патогенная флора, ну и так далее, и так далее. Не будем говорить о том, о чем мы с вами говорим в других видео, касающихся косметологии. Поэтому вот имейте это в виду. Но силиконы, я буду отстаивать их права, они не виноваты. Они совершенно такие тяжелые, неповоротливые, большие, но безобидные совершенно молекулы. Вторые праймеры, о которых мы сейчас с вами поговорим, вторая категория, это праймеры, улучшающие цвет лица. И в первую очередь я бы хотела вам показать два праймера, которые я очень люблю, два продукта, называйте, как хотите, если не нравится слово праймер, которые помогают сделать вид более загорелого, что ли, в этом вот плане, такого отдохнувшего, здорового лица. Первый продукт, это вот такие вот капли от бренда Drunk Elephant. Просто мой must-have, я их обожаю. Это вот такие вот бронзирующие капли. Их можно как в тональное средство добавлять, так и использовать под него. И они делают очень натурально загорелую кожу. То есть без какого бы то ни было эффекта, что ты чем-то намазался, без эффекта оранжевого лица. Второй праймер из этой категории, который тоже мне очень нравится, и здесь все-таки слово праймер есть на упаковке. Это праймер, по-моему, номер 9. Да, номер 9 от бренда Clorance. По сути, это тоже вот такие вот бронзирующие капли. Хотите, опять же, добавляйте их в тональное средство. Хотите, наносите под макияж. Очень они для меня похожи. Единственное, что вот этот вот праймер от Clorance, он больше содержит в своем составе светоотражающих частиц. Да, если вы хотите более матового, но загорелого финиша, посмотрите вот на эти капли Drunk Elephant. А так и то, и другое средство со своими задачами справляется просто прекрасно, и мне очень и очень нравится. Два продукта от Manly Pro, которые я хочу вам показать. Один из них, собственно, праймер, это вот этот вот розовый, а второй, на самом деле, это энхенсер, это не праймер. Вот эта вот база под макияж, она увлажняющая, освежающая. Она не относится к категории любимых, но она работает. Она, видите, имеет розовый такой вот подтон и идеально подходит действительно тем людям, у которых такой серовато, какой-то желтоватый, очень бледный оттенок кожи. Но такое ощущение, что здесь работает только цвет, вот этот пигмент, потому что сказать, что эта база, опять же, делает что-то такое, чего не сделал бы увлажняющий крем, например, я бы так не сказала. Вообще, видимо, я формат увлажняющих праймеров не понимаю, похоже, не понимаю действительно смысла в них как такового. Вот посмотрите, вот мы ее распределили, действительно сделала такой эффект более какой-то розоватый, более здоровый по этому принципу кожи. Живот, увлажнение есть, очевидно, она прям жирненькая такая даже, эта база. Ну вот и сказочке конец. Не знаю, может быть, если вы что-то подобное ищете, то да, конечно, посмотрите. А вот это вот энхензер, видите, он зеленоватый. Соответственно, всем, у кого кожа с куперозом и с покраснениями, он может быть полезен. Но, конечно, не нужно его использовать самостоятельно, иначе он будет откровенно зеленым. Я бы как раз-таки рекомендовала его подмешать в какой-то праймер. И тогда он будет легкую такую давать вот эту вот зеленцу и поможет вам замаскировать те зоны, где у вас краснота. Потому что зеленый нивелирует, компенсирует красноту кожи. Так что тоже обратите внимание, продукт в своем роде даже уникальный, наверное, потому что зеленых энхенсеров, прямо сказать, что вот на каждом углу продаются, знаете, нет. Вот, поэтому идея хорошая. И последняя категория средств, которую, как я обещала, мы с вами рассмотрим в этом видео, это продукты для подсвечивания кожи, для сияния. Их можно позиционировать как жидкие хайлайтеры. Их можно позиционировать как праймеры, которые вы наносите под макияж, для того, чтобы как бы вот лицо светилось изнутри. Задача вот такая. Но это продукты, конечно, гораздо более универсальные, чем просто праймер. Используйте как хотите. Например, для этих целей мне очень нравится от Artvisage вот такой вот продукт, который называется Space Glow. Очень красивый жемчужный оттенок. И очень деликатно на самом деле это средство смотрится на коже. Очень красивое сияние, такой ровной, здоровой, холеной кожи. Хотите, подмешивайте в тональный крем. Хотите, используйте под. Хотите, используйте как жидкий хайлайтер. То есть здесь вариантов уже, конечно, гораздо больше. Это же касается вот такого вот продукта от бренда Romanova Makeup. Это кремовый, опять же, продукт. Тоже дающий деликатное такое свечение. Но если у предыдущего средства, там, кстати, два пигмента. Это розовый и золотой. То здесь уже такой персиковый больше. Вон, посмотрите. Но особенно на чуть-чуть такой под загорелой кожи или более темной кожи тоже смотрится очень-очень красиво. По применению все то же самое, что и как с предыдущим у нас было. То есть используйте так, как считаете нужным. Сюда же относятся средства от бренда Armani. Это такой флюид. И он тоже очень красиво смотрится на коже. Я очень люблю, когда все-таки у таких средств легкая-легкая какая-то розовиночка присутствует. То есть вот здесь, вот видите, какой он красивый, какой пигмент. Он как будто бы создает ощущение светящейся кожи изнутри. Если мы будем сравнивать с предыдущими экземплярами, и я думаю, это видно в кадре, он еще более деликатный, чем вот все остальные. То есть он прям совсем такой эффект дает, глоу нежный. Вот мне кажется, вот здесь еще розовинка вот эта видна, блеск такой изнутри. Вот он действительно для этих целей, деликатного подсвечивания кожи, даже просто на обнаженную кожу, без тонального крема, вот этот эффект даст очень хорошо. Конечно, Armani все чудесно, но цены, но продукт, конечно, очень достойный. Мне очень нравятся вот эти вот продукты для подсвечивания лица, которые выпускает бренд NYX. У них прям очень большой выбор всего этого дела. Поэтому вот, посмотрите, есть три вида у меня даже хайлайтеров, таких вот жидких, которые я использую. Они все очень разные. Родиться, чтобы сиять. Away We Glow, вот это вот средство. И California Beaming. Очень красивые все. Сейчас мы их все сравним. Значит, вот этот вот холодный розовый такой, это Burn to Glow. Вот этот вот, это Away We Glow. И вот этот вот, это California Beaming. Мой самый любимый для лица, это вот этот средний. Потому что вот если я его сейчас растушую, он очень похож на самом деле на Armani по финишу. Тоже вот эта вот розовинка приятная, жемчужная, деликатная, которая просто делает лицо отдохнувшим и ровным. По тональным средствам смотрится очень красиво. Она мне очень нравится. Вот этот продукт, он слишком холодный. Он способен лицо, конечно, осветлить наоборот. Здесь скорее может быть как хайлайтер. Или может быть, если вы в более темное тональное средство его добавите. Как раз и для осветления, и для сияния. А вот этот продукт, он мне очень нравится. Это California Beaming. Видите, он очень похож на предыдущий. Но с большим отличием. Я надеюсь, вам это видно. Здесь отдельные вкрапления блесток. Есть, чего нет у других. И вообще ни у одного, который мы здесь с вами обсуждали. Я его очень люблю, но на тело, на ключицы, например. Да, вот что-то такое. Не для лица. А так все продукты. Ну, посмотрите, какая красота. Особенно вот это. Просто магия какая-то. Очень его люблю. Очень его люблю. И в тональные часто добавляю. И под. Прямо замечательные. Праймеры на самом деле штука очень хорошая. Потому что на самом деле праймер помогает вам трансформировать одно, например, имеющееся у вас тональное средство в то, что вы захотите. То есть вы можете с помощью одного и того же тонального средства и праймера матирующего сделать ваш макияж более матовым. Сохранить его стойкость. Вы можете с помощью увлажняющего праймера, хотя данная категория средств осталась, но и не понятой, но тем не менее очевидно, увлажнить кожу. Или если у вас очень матовое тональное средство, оно приобретет такой нейтральный финиш на лице. Вы можете подсветить наоборот тональный крем, подсветить кожу. Не надо для этого покупать тональный крем с сияющими частицами. И по этому принципу мне кажется праймер очень выгодным приобретением. Когда вы не плодите тьму тьмущую тональных средств, а трансформируете по сути одно имеющееся у вас тональное средство. Варьируете финиши, варьируете результат, варьируете прозрачность, все что угодно. Напишите, пожалуйста, какие праймеры ваши самые любимые, какой результат они дают. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Пока.